Школы готовятся к новому учебному году по новым правилам и с новыми требованиями. Компьютеры и оптика в каждый класс, изолятор на случай болезни и большая площадка для физкультуры на свежем воздухе. До конца августа все школы проверят специальная комиссия. Пока ученики Бендерского теоретического лицея готовятся к учебному году, сдают учебники, чтобы взять новые, рабочие проводят оптику. Лицей готовится к двум вариантам развития событий – обычная форма обучения и дистанционная. Депутат Руслан Гореев пришел лично убедиться, что для безопасности детей делается все возможное. Есть проблемы, но мы решаем, как-то совместно с вами будем решать, надеемся на помощь. Во все ли кабинеты проведут интернет, хватит ли компьютеров, получил ли лицей детсредства или нет. Обо всем депутату рассказала директор. Сейчас в лицее обустраивают крыльцо. Раньше на этом месте было заброшенное здание. Родители написали президенту и территорию отдали лицею. Теперь детям будет, где гулять на свежем воздухе. Будут эко-беседки, будут скамейки. Все создано для того, чтобы дети чувствовали заботу о них и чтобы было много воздуха, много света. Знаете, что-то еще хотел спросить у вас. Как вот это вообще все будет происходить? Есть четкое уже понимание, разграничение? Да, конечно. У нас есть документы, мы понимаем, как это будет происходить. В две смены, пока так. Будет расстояние промежуток времени между первой и второй сменой, чтобы техперсонал успел убрать все, дезинфицировать. Новые требования. В каждом классе должен быть компьютер для учителя. На случай дистанционного обучения. И в каждой школе отдельный кабинет под изолятор. Школы должны быть готовы ко всему. Вот этот кабинет, Руслан Ханилович, мы приготовили как изолятор. И в случае болезни ребенка, повышение температуры, он будет изолирован. Такой кабинет обязательно нужен, конечно. Но дай бог, чтобы он не пригодился. К учебному году готовятся и в 17-й бендерской школе. Детей будут учить за партами или через экран компьютера. В учебных программах нужно предусмотреть все. Хочется работать, хочется, но хочется работать в школе, в классе, как это обычно мы делаем. Хочется общаться, хочется видеть детей, их лица, улыбки. В каждом классе есть антисептик, мыло и одноразовые полотенца. Учителя будут следить за тем, чтобы дети регулярно мыли руки. В связи с эпидемией, которая на нас навалилась, нам пришлось пересмотреть все принадлежности, которые нужны для нового учебного года. Мы приготовили класс, убрали все ненужное, даже игры, которыми дети раньше игрались, оставили только то, что можно обрабатывать. Еще одно условие очного обучения – дети должны как можно больше времени находиться на свежем воздухе. Руслан Гореев проверил, где и как школьники смогут гулять во время перемен. Площадки большие, позволяют нам и футбол заниматься, и баскетболом, и волейболом. Поэтому школа полностью готова к образовательному процессу. Конечно же, хочется, чтобы мы обучались как положено, но мы готовы ко всему. Точный регламент, сколько и какие уроки будут проходить за партами, а какие дистанционно – пока в разработке. Задача школ сейчас – обеспечить максимальную безопасность для детей и сотрудников. До конца августа каждое учебное заведение проверит специальная комиссия. Регина Васильчук и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.